сейчас пока давай исходное положение стоп не смотри помнишь я тебе объяснял давай опускайся медленно до колен стоп не подожди очень медленно опускайся так 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 стоп дальше в районе колен дальше начинает тазобедренных суставов сгибаться вот 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 да 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 или в тот момент когда ты близок к приему исходного положения и дверновесие так как боли если будет оставаться у тебя в вертикальном положении тебя будет уводить назад сначала извиняемся без шаги нет подожди смотри ты встаешь опять же одновременно носки и руки подсел встал подсел встал и стоишь на носочках и жмешь ты можешь как шуми подсел встал и топами когда начинаешь нажать раз опустилась потому что почему почему именно так почему там никто не знает теперь не узнаешь никому не рассказывать вот почему потому что когда мы выталкиваем в тот момент когда штанга у нас и про проходят свободный валют скажем так и потом начинает работать мы в это время уже перемещаемся поэтому когда ты встал на носочки и начинай сжать ты можешь спокойно опуститься потому что ты имитируешь момент вот этого расползанием размножку но только ты в этот момент не расползаешься толчок в размножку и шлунг вот как это вообще люди решают чуть-чуть чего ему ну там какой-то опти например шлунг делает большинство людей прежде всего ну решает естественно спортсмен второй критерий это мнение тренера например сказать что ты предрасположен к шлунгу толчком потому что для того чтобы было поднимать этим упражнением у тебя должна быть хорошая гибкость поясничном отделе то ты просто толкаешь у тебя получается спина с поясницы более-менее прямая а шлунги я получается ты должен быть прогнут очень сильно в пояснице и мало того что ты должен быть в пояснице значительно прогнутым чем но другой штангист у тебя еще и в плечевом отделе у тебя должна быть очень сильная проходимость в плечах вплоть до чуть ли некоторые штангисты но когда шлунгуют они очень сильно бывает и они не испытывают дискомфорта при этом они просто раз туда за голову заводит и так и он как универсальный он и так и так он же шланговал а ты пишу ой виние толкался причем как они говорят что просто взяли ну это даже буквально были одни соревнования толкал потом бац и шлунговать начал на следующих соревнованиях то есть это не было какого-то там периода такого значительного когда он привыкал например как они по моему интервью говорят то что они периодически использовали это упражнение просто в один прекрасный момент взяли и поменяли местами одну стали сделали основным другое другого как бы отказать еще я писал помнишь тебе нужно и кстати разножку без рук просто тоже отрабатывать вот и стоишь на ноги у тебя на ширине плеч сейчас стараешься назад прогнуться ты перед тем как назад ты стараешься с бедами столкнуться за счет вот этого прогибания а ты постарайся дай нам ударить а потом уже прогнуться и не назад прям а вот именно в потолочек чуть-чуть локти вверх чтобы у тебя отрезка в туловище проходила у тебя ноги стоят на ширине плеч и вот я твою тренировку когда комментировал вчера у тебя получается достаточно ширине плеч посаживаешься все хорошо а когда ты стоишь разложку у тебя получается вот видишь получается здесь уже тут чуть-чуть уже получается площадь опоры она не знаю видел ты или нет у меня есть семена такой по поводу размножек размножек площадь опоры и не смотрел смотрю ладно это я давно проводил в принципе так по ходу техник подъемов короче вот так вот получается . поручи маленькие и держа штангу становишься очень неустойчивым для этого тебе нужно ноги немножко разводить твоя задача вот если ты стоишь ноги на ширине плеч твоя задача хотя бы если провести проекции хотя бы остаться на этих линиях на ширине плеч либо можно чуть-чуть в сторону это уже там ну сначала мы обучаемся как бы той техники которые для всех говорят сначала старайся просто хотя бы на ту же ширину плеч и это тебе не сложно же почувствовать правильно ты же просто стараешь да и так же на ширину плеч и я видимо их автоматически сложу то что старался чтобы старались ширине видимо надо стараться чуть пошире а знаешь почему это получается я вот когда в моем твои видео ты берешь подкидываешь штангу а потом ты не расползаешься ногами а ты берешь и делаешь прыжок когда делаешь такой прыжок у тебя просто автоматически срабатывают мышцы вот эти которые сходят твои ноги делают в одну линию получается что ты стоишь на ширине плеч а когда прыгаешь вот видишь казалось бы казалось бы ты ничего такого не делаешь а ноги сами по себе они ну ну ты же тоже напрягаешь мышцы не интуитивно самопроизвольно они немножко твои ноги получается в одну линию получается ты стоишь толкнул на руки на ту линию и даже на видео видно я немножко в бок колыш но толкаешься молодец мне понравилось это то что ты уже почувствовал немного освобождения штанги то есть ты не стараешься и чувствует ты вот ее подкинул а дальше сам по себе уже то есть вот это качество хорошее если его развить проблем не будет сейчас подальше движим посмотрим такой бывает когда после протечки побольше стремим состав и оптики протяжку из прямой стойки это как это чисто за счет рук или спину не надо еще я вот не помню там идет плюс узких вот это значит еще уже то есть сделал просто протяжку тут же не останавливаюсь сужаешь руки вместе и делаешь до уровня подбородов можно может ну можно так и не получится можешь просто довольно там лечили грифом насколько получится самое главное чтобы ты не делал так локти старайся держать конечно конкретно вверх они не получится как я сейчас показываю без веса с весом я в зеркало смотрю они все равно локти вот так да просто ты должен понимать что локти должны это решать когда новичок там или пока еще комментарий когда я еще не даю никто начинает подсет подсет делаешь вот сюда тебе надо делать подсет помнишь эти говорю по стеночке до ползает и у тебя движение должно начинаться с тазобедренных суставов хорошо хорошо тем что когда ты уходишь в раздушку у тебя получается такой бум такой упор виден упор сейчас руками много ногами разгоняй вот давай про накрытки забывай со старта старайся не в пп а оставь все посвободнее сразу все ноги видишь прямые у него в наклоне я тебе написал а у тебя они согнуты у тебя получается у тебя получается ты должен сделать наклон для старта и вот у меня ноги прямые а ты в этот момент стоишь и так я понял получается у тебя раз и ноги согнуты конечно дальше тебе очень комфортно будет ты и спиной себе поможешь и ноги выпрямишь для того чтобы уйти но мы как раз исключаем ноги для того чтобы ты почувствовал работу спины потому что без вот этого движения у тебя не начнет штанга поднимать а например если ты делаешь там грифом тебе это легко ты можешь руками ползать но например 30-40 килограммов как вот он например он одними руками не сможет удать он уже вынужден включать спину ну чё давай давай смотрю ставить радужку зашами увлечь ну чё ну чё сейчас если сальш стабили и то же самое будет то дело пойдёт все нормально помощнее старт и подрыв и на полную стопу носочки прыгать видишь и на полную стопу удавился вас там вот потерял и потом подхватил и завел как надо а ты старайся контролирует по прежнему здесь и заводить и опущается одновременно заводишь одновременно падаешь у тебя такой должен как вы самоконтроль седа беру не должен начать переднюю ногу чересчур переднюю ногу не выкидывать все-таки она должна быть приближена это допускается небольшое разгибание ну ты сейчас в плане обучения вот хотя бы тогда участвовать я была разогнута но в пределах вот хорошо толчок у тебя хорошо и чуть-чуть побольше разогнута укратишь подсед побольше отдохни затянул работу спиной прогибание как длинный короче да короче и вещь короче я имею ввиду по времени вот неплохо да у тебя первый раз ты сделал ой как медленно как будто тянешься буду а у тебя должно быть движение наоборот мы же создаем дополнительное ускорение штанги ты в этот момент должен просто взорваться как можно сильнее ну и соответственно они тут какая еще вещь получается если мы помнишь я тебе рассказывал если ты вот так вот там напряг руку сюда тебе сложно отсюда ускорить тебе будет удобнее ускорить если ты руку сделаешь так и так у тебя возникают реактивные силы в мышцах то же самое и здесь если ты будешь тянуться в подрыве спиной медленно то и у тебя уход получится медленно а если ты сделаешь быстрее у тебя же вместе со спиной и ноги быстрее включаются в подрыв да раз и ушел получается у тебя ты как бы одну другим подталкиваешь помогаешь разгонять заход где-то нет шире ноги хотя бы так с остановкой помнишь ага уху alltså а и и Вот смотри, Меджит, он встает в два шага, и посмотри, как он ногу передней приставляет, под каким углом. Посмотри, сейчас приставить, не, сейчас не, видишь, он уже в три шага делает. Я стараюсь стринуться, бывает. Да, 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 просто, ну еще раз я для двоих расскажу. Когда мы приставление ног делаем в два шага, у тебя получается такой очень большой мак назад, причем передней ногой, сзади мы, как правило, чуть меньше подтягиваем, и у тебя штанга уходит туда, и ты сейчас, когда приставляешь ногу, у тебя передняя нога, когда ты ее приставил, она вот таким углом находится. То есть ты в согнутом положении, здесь уже у тебя происходит фиксация, и ты представляешь заднюю, у тебя получается такие, ну все время, ты и так из последних сил толкнул, а ты еще получается тут, ты вынужден опять ногу сокращенную держать. Ты должен уже, как бы, выходить все на, ну, после разножки, тебе нужно минимизировать, как бы, затраты сил на удержание. То есть ты просто подползнул ногу, видишь, она у меня уже в более выпрямленном положении находится. Я заднюю подтянул, заднюю тоже, видишь, выпрямленный, и все. И дальше я уже чисто фиксирую для судей на одной линии. Ну, это все, как бы, это основа, потому что, вот я, например, представляю два шага, да, но у меня разножка короче. Это, как бы, я даю, как бы, обучающие такие элементы, которые спортсмен может либо использовать в своей дальнейшей карьере, либо отказаться, но как получение знаний это должно быть. На полную стопу, да, не как в первую. На полную стопу и за голову. Вот, да. Очень много мастеров спорта даже квалифицированных. Они роняют штанги как раз именно в этот момент, когда начинают резко вот делать резкий посыл, либо берут просто, некоторые до сих пор заднюю начинают подтаскивать, либо переднюю начинают, ну, ну, не так ее, а вот именно подтаскивать. Они теряют вот этот жесткой системы, штанга начинает играть, и они ее в итоге роняют. Пошел несколько раз, внимание. Остановку подсели надо. Да. Угу. Старайся просто раскинуть. Не надо пока ширину стараться. Угу. Просто перед назад. Не надо ли линии. Ну, так более-менее. Маленький палец. Маленький палец. Угу. Угу. Вот. Подык. Контакт такой. Да. Ага. И смотри, ты когда передаешь на грудь, ты передаешь на грудь иiles так. Вот, да, с назад? Угу. я коли должна быть около вертикальной полу толкай вверх, не за голову по дуге, просто вверх и проходи к рулью Нормально, смотри, молодец, даже обучать-то особо не надо, просто основные ошибки отработать Ну, в общем, ты понял, да? Мы когда толкаем, толкаем штангу вверх просто Толкаем штангу вверх, а для того, чтобы она у нас не осталась перед головой, скажем так, а зашла за голову, и мы ее могли здесь спокойно держать, не напрягается Мы для этого проходим грудью вперед Когда мы ее толкнули, мы вот грудью проходим, видишь? Вот она идет вверх, раз, и все, и она уже назад Мы ее не толкаем вот так вот, не забудем руками за голову, она не идет у нас в патруке Мы подкинули ее вверх, и во время размножки прошли грудью вперед Вперед Ты когда поднимаешь, здесь немножко зависнут на стройцах и тяжести больше смещены носки Тебе надо немножко на пятки сместиться Для того, чтобы ты подрыв и уход выполнил на пятки А то, если, получается, ты подъем выполняешь на носках, то она так и идет у тебя здесь на носках Мы же вверх только поднимаем штанг, мы же ее не перемещаем никуда И получается, что ты, ну, как правило, это происходит Если ты тянешь на носки, ну, это, в принципе, только, там, квалифицированный спортсмен Можно почувствовать, что его заваривают на носки, и он может как-то что-то там предпринять Бросай сразу Ага 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 Да Ага 0 В Продолжение следует... 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 Еще раз. Ага, неплохо. Еще пару раз. Я пока смотрю на старт и нападаю. Не выпрямился до конца. Последний раз. Сины спиной, помнишь, я говорил? Кардинально ничего не меняем. Если говорю добавь спину или чуть-чуть, это означает, что в конца все чуть-чуть. Надо было без штанги размер. Нет. На задний упор тоже. В стойку. Да. Ведем по бедрам и подрыв. Дополнительные движения ногами. Садимся не в колени, а в таз. Назад. Нет. Подбива нету. Неправильно. Сделай просто подбив и тягу за груди. Нет, пока подбив и тягу за груди. С небольшим прогибанием спины. Нет. Подожди. Развернись. К зеклу. Развернись. Тебе так будет более понятно. Нет, нет. Перед. Перед. Ты все равно все увидишь. Угу. Вот смотри. Подъем должен быть неперерывный. Штанг. Да. А ты видишь? Сделай быстро. Да. Видишь какое-то движение делаешь? Угу. У тебя просто... Ты должен поднимать штангу. И... Ты должен поднимать штангу. Бам! И подбить ее. Она не должна нигде останавливаться. А ты, получается, ее подводишь сюда. Она немножко останавливается. И ты ногами ее сюда впихаешь. Получается прям... У тебя явное... Ну и разделение идет такое. Выправление ног. И потом... Толкание. Грубо говоря. Грифа. А... И... У тебя, получается, не подъем штанги. А выполнение твоих упражнений, держа штангу в руках. А у тебя все-таки должен присутствовать подъем. Сначала, в первую очередь, основной двигательный такой момент, это подъем штанги. И когда штанга поднимается, ты в этот момент должен ударить ногами. Постарайся сначала не явно прям ногами двигать, а постарайся сначала просто выпрямить, 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 выпрямить. Да, не надо. Что-то такое. Сейчас. Остановку недельной вверху. Меджи. Только начал. На переднюю заваливаешься. Очень сильно на переднюю. Здесь можно руками работать. Сейчас лучше было, сейчас было правильно. Когда перед тем, как начать движение, ты должен уже напрячь плечи и руки. Да, это немножко неправильно, но только так у тебя получится идеально. Ты должен уже напрячь чуть-чуть, уже начинать. Знаешь, как это бывает? В машине в горочку, когда стоишь, включаешь переднюю первую скорость. Ты скорость-то включил, но машина еще не едет. Пока ты на газ не нажмешь. Так же здесь. Ты движение уже дает штанге, она еще не отделилась. Но две импульсы у тебя уже идут на жировое такое движение. Ты раз, напряг, и остается у тебя. Ты явно на носочке не вставай. Ты просто чуть-чуть себя, чуть-чуть задай вот это движение вверх. Чик, и все. И тебе так будет удобнее просто расползаться, чем тогда, когда ты просто стоишь на полной стопе. И как вот сейчас вот это сползстись, я даже не знаю. А когда немножко вот чуть-чуть на носочки встал, все, ноги уже пошли сами к себе. Давай. Просто поднимаем до подрыва, идем по бедрам. Ага. Чуть-чуть повыше. Ноги до конца выприняй. Вот. Угу. Вот сейчас было более-менее. Нет. Сейчас было. Было. Не увлекайся, накрыв должен быть грудью. Грудью на старт. Не было. Было. Что ты это специально делаешь? Через раз. Один раз неправильно, один раз правильно. А в чем-то, что я останавливаюсь, да? Да. Я же тебе объяснял. Ты делаешь остановку, а тут не должно быть остановки. Ты просто двигаешься, бам, и ударив ногами. Это движение очень быстро, оно никак не останавливает тебя. Если ты не делаешь вот так вот, как тебя отнесли. На передней завалился. Видишь, ты стоя на передней, и тебя туда, вперед увлекаешь. Чувствую, чувствую, Меджи. Руками и разложку. Руками жмешь, а разложку просто расставляешь в свое обычное и привычное. Давай. Давай. Нет, ты руками сейчас бьешь просто. Сейчас блогнел ногами немножко. Угу. Нет, руками было. Руками, ты просто ноги выправляешь и бьешь руками. А надо ногами, ногами надо. Вот. Смотри, мы вот выпрямляем, и перед самым подрывом мы делаем резкое выпрямление ног и ударим по штабу. Бам. Поставь так руки, как иди, в стороне. Давай, давай с более низкой позиции. Поднимай руки. Бам. Нет, а до конца дальше движение не остановим. Нет. Остановись в подрыве и ударь просто ногами. Ноги дальше надо выпрямить до конца. И выберем ноги. После подрыва? Да. После подбива. Вот. Ну, сильно, сильно очень отводишь. Вот ты стоишь, и ты берешь, бам-бам, бьешь. А тебе надо вот, короткое движение. Вот. Короткое движение. Оно... Пойми, ты... Пока ты не поймешь смысл, мы не бьем штангу, мы не делаем движение вот эту беду вперед. Мы когда отводим штангу, ой, мы когда отводим ноги назад и подводим ее вперед, мы дальше просто ноги выпрямляем резко. Получается вот это резкое выпрямление. Понимаешь? А не просто мы отвели и ударили. Отвели и ударили вперед. Ты, получается, просто дошел до подрыва, а дальше делаешь движение вперед. Оно не должно быть. Оно должно быть... Ты, как бы, выпрямляешь ноги, но подключаешь еще одно небольшое движение, и это отводишь назад ноги. Но потом они дальше резко выпрямляются. Нет, вот, подвел, бум, выпрямился. Нет, нет, смотри, я тебе показываю. Вот ты подвел, ноги убрал, и дальше в момент контакта, бум, ты выпрямил ноги. Резко. Да. Ну что ты повтори еще раз? Один раз случайно получилось, и хочется уже думать, что все зашибись. Нет, 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 ты сделай наклон, как будто ты ведешь штангу. Да. Вот ты ведешь, ведешь, ведешь. Нет. Вот видишь, у тебя уже не получилось опять. Сильно отвел, сильно отвел. Опа, да. Ну, давай исполнием. А то ладони немножко взбиваем. Сейчас я не держу, но смотри. В колени подсем. Ягодицы растягиваем. Вот, хорошо было. Почему штангисты попы орехов были? Потому что работают ягодицами. Вот, ты подсаживаешься, и ты должен чувствуешь, что ты не сюда подсел, что у тебя не здесь напряжено, а должно быть вот растягиваться полностью. Вот это место. Ты вот подсаживаешься вот в ягодицы. А потом их, когда делаешь посыл вверх, сжимаешь. Как будто тебе туда укол сделали, или в полку хотят пальцем засунуть. Так же, пум, и сократился. Резко взорвался вверх. Так, давай. Медленно, медленно. Давай, ага. Не нужно прям конкретно дергаться, а просто, да, резко выжигаешь. Там у тебя ноги практически выклювлены, и просто взрывное движение оно будет быстро, но оно не будет таким, а то ты весь подпрыгиваешь. Нет. Ага. Угу. 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 Постарайся полежче, ну, не полежче, а постарайся вот это движение, вот. Вот такое движение. Побыстрее сделки. Нет, нет, нет. Увлекся. Ага. Теперь вверх. А то вы сейчас зациклишься в неправильном положении. Не, не, просто вверх. Так смотришь? Да, да, да. Ну, не груди, а на выдвиг твоей руки. Ну, ноги, пятки, чтобы стопы у тебя стояли на месте. Ты перебарчиваешь с усилиями. Ага. Ага. Нет, 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 нет. Опять нет вот этого отвода ног. Ты просто доводишь сюда до этого себя состояние, и дальше просто берешь вот так выпрямляешь дверь. А у тебя нет подбива. Почему он называется подбив? Потому что у тебя подбив это дополнительное движение, как бы мы создаем для подрыва. Ага. Все, отроги. На углу, ноги, на углу. Ну, если ты здесь на технику не работал в разминке, то понятное дело, что и в зале тоже не работаешь. А этот с грифом? Ну, мало того с грифом, без грифа. То, что ты чего-то уже умеешь, это не означает… Я же тебе даже рассказывал. Вот я 30 лет в штанге, и то я разминаю без грифа. Вот стою и отрабатываю. Отрабатываю, вспоминаю вот эти все движения. Они должны быть наработаны. А вот то, что у тебя сейчас происходит, передняя нога, я тебе говорю, на углу, ты ставишься на углу тебе назад. Это как-то то, что у тебя рассинхронизировано все. Нет вот этой вот наработки вот этой, как по рельсам, по одной и той же траектории. А это делается не с грифа, и потом на 60 кг тебя болтает, и ты пытаешься что-то избавить. Это делается именно вот без штанги, с грифом, без штанги по два по три подхода, с грифом по два по три подхода. Потом уже берешься за штангу. И когда берешься за штангу, она летит уже сама, она летит. Ты уже в удовольствии поднимаешь, а не разминаешься с 30-40-50 кг. А это получается, что у тебя как в процессе тренировки ты пытаешься работать над техникой. А она, как правило, остается одной и той же. Потому что ты уже привык, чтобы поднять штангу, ты вынужден поднимать так же. Я хотел маленький три файма, а то с палочкой как-то совсем ничего. Давай, давай, либо 9, либо 15. Телефон фукционный, посолкнется. Давай медленно вместе со мной поднимать штангу. Только не дегость и не поднимай, а то меня травмируешь. Поднимаем исходное положение. Медленно двигаемся. Стоп. Вот в этом месте тебе нужно... Да, вот этого достаточно. Вот так вот отвести бедра. Ну да, достаточно. И ударить по штангу. Ударить. Нет. Ударить так, что... Смотри, ты вот стоишь, отвел бедра. Да, вот смотри. Ты стоишь и... А то ты так не поймешь. Ты вот подвел подрыву. Я тебе отвел ноги. Я тебе говорю, ударяй. Тебе надо ударить и выпрямить ноги. А ты отвел и ударяешь вот. И ноги у тебя согнутые. Вот о чем я тебе говорил. Ты просто ударяешь и смысл никакого. Да, ты выполнил задачу, ударил штангу. Но это не подбив. Тебе надо подвести, отвести, ударить и выпрямить ноги. Видишь? А и я выпрямился. Потому что штанга продолжает двигать. Вот я подвел. Пу. И я выпрямился. Видишь? У меня ноги прямые. Да. 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 Не увлекайся. А то опять переходишь. Чуть повыше. Ага. Ага. Вверх. Чего ты? Устал? Ну чуть-чуть. Ну ладно. Сейчас получше? Да. Ну я же говорю, да. Я же не просто, я же не в Америке, чтобы говорить. Да, 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 да. Молодец, отлично. Но у тебя ничего не получается. Вот эти, кстати, так перевести, что они подумают. Молодец, да. Да, чувак, ты молодец, но у тебя ничего не получается. Иди отсюда. Работай. Но первый раз ты неправильно толкнул опять на переднюю ногу. Второй, третий более-менее. Но видно, что ты себя контролируешь. Движения медленные. Такие, скрепощенные. Сколько здесь? 70, да? Сколько ты можешь толкать сегодня? 90. Ну давай. Сколько на 70 тебе подходит? Один. Нет, делай еще один. И постарайся, постарайся как бы пошустрее. Пошустрее, но правильно. Че, устал? Нет. Работай. Сейчас было правильно. Опять на передней. Чувствуешь, что у тебя пятка отрывается на передней ноге, когда ты немножко зависаешь, у тебя вот так пятка чуть-чуть отрывается? Не чувствуешь? Ну ладно. Давай. Начинаем с того же самого. Вверх пока не надо. Я скажу когда вверх. Угу. Ага. Груди, да. Теперь вверх. Угу. Только порежем. Угу. 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 Чуть-чуть пониже делай, подбив, чуть-чуть пониже, да, на ходе, да, вот, да, подбив, он должен быть все-таки здесь, 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 а ты, у тебя получается, ты, когда я тебе сказал повыше, ты стараешься, за счет выпрямленного положения такого у тебя происходит, ты выпрямился, да, и грех сам по себе уже с тобой пересекается, и ты вот за счет вот этого. Но я сейчас говорю, теорию, все-таки, не до конца понимаю, потому что, там, сколько бы я видел или не смотрел, там, на соревнованиях у всех подрыва происходит как бы вот здесь, а это так, как я сейчас делаю, я вот подбиваю вот этим местом. То есть это просто при росте весов, в какую-то будет точка смещаться, ну, как, что происходит? Нет, подбив, ну, чтобы научиться подрыву и научиться амортизационному подседу, ну, я же рассказывал, да, амортизационный подсед, я, кстати, в следующее видео, когда про подрыв буду, я просто там очень умники и всякие, самоучки, хотя, посмотрел, там, сто килограммов, но люди, блин, одним подпрыгиванием, просто люди начинают высказываться, а зачем это надо, я, тут, я начинают объяснять свои теории, блин, нет амортизационного подседа, чтобы он произошел, мы им должны научиться вот этому движению, движению, а иначе как ты, как ты научишься? То есть это просто помогает, да, да, это, это, это обучающее, обучающее такое движение, и, кстати, вот, я не договорил, я в следующем видео, больше я не договорил, ху-грип стал размещать, да, 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 причем у него замочек, только по ссылке можно смотреть, у него не открыты эти видео, вот тебе, например, если приходят рассылки, что там, ху-грип добавил в видео, и я вот обретил внимание, с олимпиады, с 16-го года, он размещает, у него она не в свободном доступе, она у него с замочком с открытым, то есть понятно, аналиста, то что называется, а? Аналиста, только те, кто с ссылкой могут. Да, да, и вот я у него, ну не в городу, я думаю, он не обидится, я не все его видео выложу, а только именно по моменту подрыва, там вот этот китаец, там прям явно видно, он выпрямляет ноги и подходит в себя, в себя по, ну, делать там ратизационный подсей, а потом делает только само разгибание, как ты новичку объяснишь это, ну, естественно, не как, да, медленно, я ему покажу, я объясню, он скажет, да, я понял, повтори, он не, он не сообразит, что ему нужно делать, мы, для того, чтобы сообразить, ну, например, меджи, мы обучались тому же самому, по нему сейчас можно сказать, что он подрыв не там делает, что он не так поднимает, он уже поднимает, как обычный штангист, но он делает это, грубо говоря, техника у него приближена к правильной технике, у него есть подрыв, у него есть работа спином, если, если там, ну, были бы мы где-нибудь в кроссфит заняли бы, и сейчас какие-нибудь были там самоучки или кроссфитеры, я бы тебе показал бы, что, вот, обрати внимание, вот, как вот этот парень поднимает, и стал бы тебе рассказывать, посмотри, он не делает это, не делает это, и ты бы так вот, смотри бы на подъем меджида, вот здесь вот, и вот здесь вот подъем кроссфитера, и ты бы сказал, а вообще-то да, ты права, это когда мы просто сидим и просто тупо смотрим, нам кажется, да, они все поднимают, и с неправильной техникой тоже поднимают, без всяких задержек, без всяких там мучений, да, они тоже чик-чик-чик, ну да, там нет допик-контроля, там, они, и у них есть все возможности, чтобы компенсировать неправильную технику, вот, за счет работы, там, сил, там, где-то рук, где-то, там, каких-то других звеньев, и, как ты говоришь, я не понимаю, ну, тебе особо не надо понимать, ты сейчас, ну, я не хочу тебя обидеть, ты говоришь, я не понимаю, почему я делаю подрыв здесь, а подрыв выше, да, ты сейчас обучаешься, я же, я, кстати, рассказывал в самом начале, что мы штангу все время поднимаем, она не, она не стоит на месте, единственное, да, тебе надо сфокусироваться на подвигу, потому что вот это движение, подвиг, оно имитирует как раз именно подведение ног от грифштанги, она имитирует и подводку ног, и потом дальнейшую работу, на носочки подсел, прям, прям пяки оторвались, не, не, постарайся, ты вверх, подъем вверх, теперь в стоечку, два разика и все, в стоечку опускаемся, не, не, опускаемся без разброса, опа, да, нормально, все, вверх, теперь ноги чуть пошире и будем без разброса в стоечку пару раз, два-три раза по самочувствии, знаешь, почему так получилось, ноги не выпрямим до конца, потому что ты здесь как бы подрыв сделал, а ноги не выпрямлены, туловище не выпрямлены, и ты уже, и ты одними руками поднимаешь, а тебе надо выкинуться, штанга будет лететь, да, и в этот момент, пока ты задал и пульс, нет, подбива-то нету, нет, 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 опять сюда, короче, клади, не, клади, 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 следующий подход делаем через раз, делаешь, как ты делал, просто с прямыми ногами, сразу поставить на ширину плечи, второй раз делаешь стоечку, В общем-то, ка шею на ноги ставлю, сложнее становится, сильнее. Да, потому что, когда делают без разброса, это акцентирует внимание на работе подрыва. Ты просто стоишь, ты не подпрыгиваешь, не создаешь вот это движение ногами. И ты вынужден подъемные усилия сделать за счет подрыва. За счет подрыва, и здесь акцентируется внимание на работе спиной. То есть, когда, если я, например, просто поднимаю в руке, а потом делаю без разброса то же самое движение, я дополнительно подключаю спину, потому что я знаю, что если я буду понимать, как обычно, она не полетит. Ну, давай тогда с разложкой. Давай посмотрим, как с разложкой. Может быть, так будет путь. На переднюю чуть-чуть. Ну. Двер. Все, в стойку сейчас. На наклоне делаем с туловища. Угу. Остановку делай, вырвыв в стойку и остановись. Еще раз сделаешь? Да. Делаю. В спину до конца не выпрямляешь. Угу. Но опять же, смотри, не переборщи. С прогибанием назад не делай, пока не надо. Потому что ты не всплываешь и вернешься. Ну, сейчас было хорошо. Ага, вверх. Угу. Стойку. Сильно. Не надо ноги этого... Ты стараешься сильно отвести бедра, чтобы подбив сделать. А тебе надо всего лишь то же самое, что ты делал. Давай еще раз протяжкой вверх. С подбивом. Нет. Сильно отвел ноги. Вот. В стойку давай то же самое. Повтори. Повтори такой же подбив. Вот уже лучше. Прими положение стойки. Вот возьми палочку. Вот. Не-не, чтобы правильно принять, лучше сымитируй его. Стой. Стоп. Не-е-е, ты выше. Да, выше выше. Давай еще раз прыгай. Угу. Вот смотри, у тебя позиция идет в колени и очень сильно. Ну, ты сейчас вот правильно сделал, согни чуть-чуть, с тазобедренным суставом, вот. Выпрями туловище, зачем ты? И руки сюда. Назад не надо. Сильно. Устал? Ну, чуть. Ну, давай отдохни, потом отдельным подходом отработаем. Позитую я тебе объясню. Угу. В колени подсаживайся. В таз, в таз. Подсед идет хороший, правильно. Но при выталкивании... Для чего больше вес выталкаем? Ой, подкидываем. Для того, чтобы у тебя формировались, ну, создавались те мышцы, которые именно будут участвовать в посыле, в мощном разгоне вверх штангу. А ты для этого, ну, ты подсел, и тебе надо стараться выполнить верхподъем теми же самыми, ну, грубо говоря, мышцами при работе тех же самых суставов. Вот ты подсел в тазобедренном суставе, и в этом же суставе надо работать мышцами ягодичными, бедрами. А ты, получается, ты подседаешь правильно, потому что контролируешь. А потом уже выталкивание у тебя идет вот так вот. Вот, видишь? Ты подсел, чик. Ты раз, подсел, и уходишь в колени. Уходишь в колени, таз у тебя смещается вперед, но ягодицы уже не работают, потому что как ты будешь их в этом положении сгибать? Сюда что ли? Ягодицы отключаются, и ты подкидываешь только отнимение ногами. Вот если подседешь так, вот они у тебя растянуты. Да, сократил. Подсел, да, сократил. Стоп. Вот, хотя бы так, да. Повтори. Я думаю, что может быть проблема в том, что я не расправляюсь, и он мне вперед уходит, и я вынужден поэтому компенсировать. Да нет. Нет, тут на наклон делали, что вы еще. Но он у тебя всегда был, как только ты прислал мне первое видео. Да. У тебя наклон уже тогда присутствовал. Это как ошибка, надо сейчас изменить, поменять. Ну да. А как, может, гибкости взять не хватает? В сети у меня то же самое. Ну, в сети там будет видно дальше. Ну, вот так вот ты более-менее правильно садишься. Ну, может быть, не хватает с поясницей чуть-чуть. Ага. Ну, это все со временем. Выкинуться, выпрямиться. Не зря же. Нормально, нормально. Давай так. В стойку. Подрыв хороший. А подожди. Вот смотри. Ты сделал неправильно. Да. А когда начал вставать, чик, и вставил, встал по пути своего выпрямления, встал в правильную позицию. А потом уже встал. Ты не спеши, ты фиксируешь себя в стойке. Ну, так лучше, да. Только подрыв был неправильный. Увлекся. Сначала подбив, подрыв у нас. Нет. Давай протяжку вверх. С подбивом. Стойка теперь. Вот. Да. То есть понял, да? Еще раз делай протяжку. То есть ты запоминаешь... Голова твоя... Ну, не запоминай, это как? Нет. Нет, неправильно было. Нет, неправильно. Ближе к бедру. Да нет, 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 нет. Ты делаешь, ты делаешь как раньше ты делал. Ты делаешь остановку. Прям видно, твои плечи останавливаются. Ты должен во время подъема. Нет. Ну, смотри. Ты вот поднимаешь. Бам. И дополнительное движение просто ногами делаешь по ходу своего следования. Вот. Видишь, только на пятый раз опять вспомнил. Нет. Спину подключай. Чего ты одними руками тящишь? В колени опять сделаю. Ну, сейчас лучше было. Вверх. Руги больше не надо, не надо. Зачем? Стойку. Вот, хорошо. Повтори. Чтобы не возвращаться к протяжке. Ну, уже хуже становится. Но еще терпимо. Повторяем. Не надо, не вкладывайся. Твоя задача сейчас именно правильный подбив. Вот, хорошо. Нормально, да? Не увлекайся. Сильно бедра не отводи. Нет, не было. Ну, сейчас более-менее. Давай в стойку. В колени подсел, таз назад. Нет, нет, нет. Все, Владимир. Тут еще и утомление тоже сказывается. А, и что я хотел сказать. Когда ты выберешь стойку, ты вот прыгаешь, да? Ну, ассоциация какая, допустим? Я когда объясняю, допустим, ты как бы прыгаешь так, что хочешь коснуться коленками стенки. А тебе надо наоборот прыгать так, как будто ты хочешь сесть на высокую лавочку. Вот, ты вытянулся, бац, и вот ты садишься на лавочку. Вот подставь сюда лавочку, и ты сядешь на нее. Вот я так и должно в голове прокручиваться. Это продуктивно. Когда мы в голове прокручиваем какие-то вот свои наработки, да, это помогает нам перемещать себя в пространстве. Допустим, вот я вот в голове представляю, мне надо сесть на лавочку. Чик, я выпрямился. Вот я сижу на лавочке. Вот, и спина у меня ровная, и штанга вот над головой. А так у тебя получается, ты в колени садишься, спина у тебя наклонена, и штанга заведена далеко за спину. Масса, масса ошибок, которые потом, если она не сказывается. Сида, не отпускай штангу от себя. Нет, 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 нет. Подбей, вот, сейчас более-менее правильно. Еще, еще держи. Пока не можем дальше идти. Вот, запомни, запомни. Это не пихание. Ну, хорошо, положи. Лучше оттожнем же. Ага. Когда я объяснял, что тебе надо отвести ноги, вернуться ударить, это для того, чтобы... Это мы объясняем для того, чтобы человек понял, какое действие он производит. Сейчас, когда ты начал поднимать, у тебя первые подъемы были как раз по такому принципу. И не было слаженности. Это просто... Даже остановка такая, я когда на плечи здесь смотрю, даже остановка у тебя здесь происходит, в плечах, чтобы ты сделал это движение. Потом ты... Последние подъемы у тебя были правильные. Они схожи с выпрямлением... Миша так слушает, как будто ты пришел в зал. Любопытно так. Они похожи с полностью выпрямлением ног, ну, то, что ты раньше делал. Вот. Но это не то же самое. Ты делаешь как раз... Делаешь как раз именно вот это движение небольшое. Оно... Оно не так... Я... Ярко выражено, явно выражено, но оно присутствует. Вот это. Это последние твои два-три подъема. Если бы ты их сразу начал делать, то мы бы перешли на стойку. Вверх, вверх. Я тебе говорил сразу вверх, поднимай. А то лишние подъемы прям до стойки не может дойти. Ага, стойка давай. Ага, хорошо. Молодец. Это был твой самый лучший подъем. Подход. Протяжку пока. Вот сейчас было более-менее правильно. Вот, сейчас правильно. Еще разочек сделай правильно. Ага. Теперь в стойку. Ну, видишь, не так сложно. Оказывается. Да, надо привыкнуть. Видишь, и явно и подбив ты не делаешь. Правильно? То есть, то, чему обучались, оно способствовало вот этому пониманию правильного движения. не так резво дергали. Не-не-не, просто выпрямляем ноги, бац, и подбивка небольшой. А ты стараешься прям силу вкладываешь. Угу. Пока не надо ничего вкладывать. Нет. Делаю время. Ну, давай в стойку посмотрим. Меджик, подожди. В колене, в колене под силу. Не было подбивчиков. Последний раз на ты устал. Ну, сейчас более-менее. Один. К сожалению, к сожалению, научившись поднимать, можно красиво поднимать палочку, гриф 15 килограмм. Ну, это будет всего лишь просто красиво. А у нас это будет как будто в гимнастике. Ты наработал какие-то движения, и все. И тебе больше ничего не нужно. А вот в тяжелоатлетике, чем ну, такой вот нюанс, или чем позже. Это то, что с пятнадцаткой ты красиво все хорошо поднимал. 5 килограмм прибавили, 20. А у тебя уже все сыпется. Уже то есть каждый килограмм имеет свое значение. И, допустим, научившись технике на 15 килограммах, это не означает, что ты теперь весь свой рывок 30, 40, 50 килограмм будешь поднимать. Нет. Он у тебя пока так и останется хорошим, правильным на 15 килограмм. И дальше на 20, 30, 40 надо обрабатывать, грубо говоря, обкатывать. Почему все тренируют технику именно так долго и на каждом весе. это имеет большое значение. Каждый килограмм нет. Стойку. ну, все, хватит. Ну, все, хватит. вот сейчас лучше. отлично. отлично, стойку. колени уже начинаешь опускаться. На лавочку, на лавочку, помнишь? Ассоциацию тебе вот такую давал. стойку. Все, стойку три раза. да, только в колени. В голове крути, на лавочку, на лавочку. Ну, увлекся. Ну, увлекся. Голова думала о лавочке и отпустил штампы от себя сильно. Все, все, не надо. Сначала подъем просто вверх, с имитацией подъема. Вверх. А, как протяжек? Не-не, с помоста. Если ты от колен поднимал, то с помоста будет еще легче. Ты же разгонять будешь ногами. Только надо не увлечься, а именно подбив чтоб был. Делай, делай, я тебе скажу. Во время подбива немножко прогибайся назад. Еще. Стоп. Ну, смотри, стоп, стоп. Видишь, как ты голень наклонил вперед? Ага. Видишь, куда тебе проекция идет? Ну, отсюда полохрена, но... А у тебя должна быть проекция, вот она. Угу. В рывке. Ты... Еще, еще. Вот, да, да. Вот. Ну, давай стоп. Разочек или два, если силы остались. Угу. На стульчик садимся. Угу. Ну, нормально, ладно. Исходное положение это тот же двигатель навык. Ты, если его... Это вот я, я же объяснял, так я могу хоть с закрытыми глазами подойти и встать именно в ту позицию, в которую я всю жизнь вставал. А тебе это сложно. Ты вот даже опускаешься со штангой, ты вот опускаешься, я же сколько раз говорил, что даже если медленно опускаться, мы будем опускаться именно теми углами. Сама природа нам подскажет, которая нам удобно держать равновесие, ну и опускаться по оптимальной траектории. Но в самом конце уже может произойти нарушение, то, что у тебя происходит. Ты вроде бы садишься ровно, но в самом конце, оп, и пошла голень в период. А почему это? Потому что мы всю жизнь садимся вот так вот на горочке. Вот так вот. Пятка у нас поднята, мы вот так вот сидим в колене. Да, если сидеть, курить или болтать с кем-то, да, этому нам удобно. Или смотреть там товар какой-то там в супермаркете, да, нам удобно. А если перевести сюда положение, то мы сразу вот становимся вот такими. А нам-то надо поднимать с прямой спиной, поэтому нам надо садиться вот, раз, и пошли тазобедренные суставы сгибаться. Вот. Именно с этой позиции нам удобно разгонять максимальное усилие в ногах. На седе. Хорошо. Топ, в колене. Ну, зато у нас цель подрыв. Давай не будем сейчас, пока не зацикливаясь на стойке. Сейчас цель у нас подрыв. Хорошо. Давай с колен, с колен, все это по кругу. Только смотри осторожно, можешь назад уронить. Назад умеешь ранить? Да. С тягами. Да, нормально. Ага. Через стоечку у тебя получается. Постарайся сразу все. По дуге идет. Ну, ладно. Буду. Поп-поп. 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 Это понятно. Малинов